Эй, всем привет! Меня зовут Алекс и я живу в Лондоне. Всем привет! Это Алекс. Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня будет такое необычное видео, два в одном, а болталка и такое видео, которое называется Get Unready With Me. Это значит, что мы вместе с вами будем снимать сегодня макияж. Мне кажется, такого рода видео у меня еще никогда не было на моем канале, так что давайте приступать. Видео, как вы уже догадались, по названию будет посвящено моей жизни в Лондоне. Отвечу на какие-то ваши вопросы, которые довольно-таки часто поступают мне в личные сообщения. Так что давайте я для начала переоденусь и приступим к снятию макияжа. Давайте я сначала расскажу. Я буду снимать макияж с глаз. Буду пользоваться вот такой вот мицеллярной водой от La Roche-Posay. В общем, для чувствительной кожи. Я беру вот такой вот диск, пополам его разделяю. И вот эту половинку еще пополам. Не потому что я какая-то жадная или еще какая-то там женщина. Просто в таком виде ватка не так впитывает продукт и идет меньше расход. Ну и начну я свой рассказ с того, что 6,5 лет назад я переехала жить в Лондон. Кто еще об этом не знает, есть такие люди на моем канале, которые на меня даже подписаны и не знают этого. В особенности пиар-компании, в общем, которые мне предлагают сотрудничество, предлагают что-то прислать мне на обзор. Первое, что я всегда спрашиваю, это знаете ли вы, что я живу в Лондоне? Обычно на этом наш разговор заканчивается. Либо они пишут, к сожалению, доставка только по России, либо вообще они просто куда-то пропадают. И становится очень обидно, что довольно-таки классные, интересные предложения поступают. Но вот из-за того, что я живу в Лондоне, что-то они со мной не хотят сотрудничать. Ну, не беда. Так что, кто еще не знал, живу я в Лондоне. Сюда я приехала учиться, как только я закончила школу. Я здесь училась 3 года, и не то, что я решила остаться, я знала сразу, что я здесь останусь. Потому что я не видела свою дальнейшую жизнь в Литве. Кстати, кто не знает, я родом из Литвы, родилась в столице Вильнюс. И прожила там все свои 19 лет. И вот, как только закончила школу, сразу же уехала. Где я училась, училась я здесь в Лондонском университете, который называется Миддлсекс. Профессия у меня связана с модной индустрией. В общем, называется она по-английски Fashion Design, Styling and Promotion. В общем, мы делали все. От шитья одежды до создания рекламных кампаний, съемок всяких рекламных роликов. Своими руками очень много чего делали. Писали модные статьи. В общем, очень-очень интересно. Не могу сказать, что я прям училась. Потому что мне приходилось работать. Было время, что у меня и 2, и 3 подработки было. И да, поэтому мне кажется, что я больше работала и подучивалась, чем училась и подрабатывала. Но не беда. Если бы у меня, конечно, была бы возможность, я, может быть, и вернулась еще в то время, чтобы как-то больше проводить его за учебой. Но по специальности я, можно сказать, не работаю. Поначалу я, как только закончила университет, я работала в ресторане, в котором подрабатывала во время учебы. И там я осталась на год еще быть менеджером. И потом решила, что это не мое. Нужно идти в что-то, связанное с красотой. Так как я уже с самого начала, как я сюда приехала, я вела свой канал. Значит, ему скоро будет уже 7 лет, мне кажется, в марте. Теперь я буду носить масло вот такого вот от Калиник на лицо. И то же самое разговаривать. Буквально набираю на сухие руки, у меня сухое лицо, набираю где-то 3 помпы, 3 нажатия помпы. И буду себя массажировать. В общем, да, я ушла в сферу красоты. Начала работать в салонах. Начала, естественно, с работы администратора. Сначала я работала в салоне красоты, где специализировалась больше на ногтях, ваксинг, лазерная эпиляция. Вот, проработала это, наверное, года 2. И вот последние полгода я работаю тоже в салоне, но это салон парикмахерская, можно сказать. У нас тоже есть спа-салон, но основная часть это, конечно же, волосы. Вот, очень мне интересно, потому что у нас очень молодая команда. Это такой небольшой бизнес, можно сказать, семейный. У нас только один салон. И да, меня поддерживает хозяйка, дочка хозяина, вернее, на моего возраста. Вот, поэтому она мне дает какие-то так же креативные задания. Я начала больше делать макияж, потому что вы знаете, что стилисты и мейкап-артисты, они очень взаимосвязаны, потому что люди делают очень часто съемку, где делают волосы, и им, естественно, нужен человек, который мог делать макияж. Вот, поэтому мне очень нравится. Я также помогаю им продвигать Instagram, Facebook, всякие рекламные кампании придумываю. И сейчас я работаю менеджер, как это сказать, front of house менеджер. В общем, я главная над всеми администраторами, так сказать. Вот, пока мне эта работа приносит удовольствие. Все очень креативные, время на работе проходит быстро. И также я занимаюсь фрилансингом. В общем, работаю как визажист. Делаю макияж, брови иногда. Вот, и стараюсь продвигать себя как-то в этом деле. Смотрите, как классно это масло снимает макияж. Буквально вот за считанные секунды, пока я тут с вами общаюсь и массажирую свое лицо, макияж у меня уже полностью растворился. Полгода назад где-то я получила постоянный вид на жительство здесь, хотя мне это особо не нужно было, потому что я из Евросоюза, мне сюда виза не нужна. Вот, но так как вы знаете, наверное, слышали про Brexit, что Англия собирается выходить из Евросоюза, поэтому я решила перестраховаться, почему бы и нет. Вот, поэтому получила этот документ. На постоянное место жительства можно подавать здесь, когда вы прожили больше пяти лет. Вот, и да, ждала я где-то три месяца, заполнила бумаги, отослала, так что все нормально. И через год после получения этого документа я могу подавать на гражданство британское, на британский паспорт, но я пока еще так вот серьезно не думала над этим, потому что если все-таки они выйдут из Евросоюза, то значит, что везде в Европе мне нужна будет виза, да, чтобы куда-то поехать. В Литве у нас не разрешено двойное гражданство, к сожалению, может когда-то разрешат, так что пока что не спешу отказываться от своего гражданства, поживем, увидим, что будет. Но пока что ближайшие 5-10 лет я, наверное, вижу себя здесь точно в Англии, Лондон вообще-то мой город, многие говорят, что это очень жестокий город, так и есть, здесь нелегко провериться, но выживаю сильнейший, можно сказать, я здесь чувствую себя очень хорошо, очень комфортно, полтора года назад я встретила свою вторую половинку, можно сказать, мы с разных концов земли, но встретились вот в Лондоне, и чему я очень-очень рада, так что да, я здесь чувствую очень-очень классно себя. Как вы знаете, что масло нужно снимать, я сюда, представляете, принесла с собой тазик, потому что я не хочу снимать ванной, я могу уронить телефон, или сидеть, или что-нибудь еще, так что я сейчас возьму тазик и буду умываться. Очень смешно, наверное, все будет выглядеть. В общем, я смачиваю руки и начинаю вот так вот массировать. Нужно это делать теплой водичкой. Как видите, оно начинает вот так вот мылиться. И знаете, если сравнивать с маслом The Body Shop, я, конечно, буду еще в видео батл делать про эти продукты, но мне кажется, вот это вот масло, оно как-то больше пенится, что ли, мылится. Прямо вот видно, да, что белое. Оба они мне нравятся. У этого, конечно, запах мне немножко напрягает, хотя здесь без отдушек, но вот если принюхаться, то есть такой запах, знаете, подсолнечного масла, что, конечно, для меня лично не очень приятно. Но вот большой плюс у него, что, да, он очень хорошо мылится. Вот это мне нравится. Так, ну и теперь я умоюсь. Кстати, этим маслом также я смываю и макияж с глаз иногда, но мне это не очень приятно, я привыкла все-таки глаза смывать отдельно. И я здесь еще не вытираю лицо полностью, потому что я хочу воспользоваться своим кларисоником. У меня это кларисоник Ария. Пользуюсь я им, конечно же, не каждый день, стараюсь там пару раз в неделю. И пользуюсь я им в комбинации с такой вот пенкой моей от Эспа. Очень оно мне нравится. И что я делаю? Сначала вот так вот пенку просто разношу по лицу, потому что, ну, я все-таки думаю, что масло гидрофильное нужно смывать с лица. Я разношу вот так вот по лицу, включаю таймер и вот так вот очищаю свое лицо. Что хотела еще рассказать? Мне очень часто просят делать побольше влогов о Лондоне. Это, конечно же, очень интересно. Если вы знаете Ярославу, я думаю, вы точно знаете, она делает очень много влогов по Лондону. Иногда даже случается, что мы с ней одинаковые места выставляем в Insta Stories, как вот случилось недавно. Это всегда очень интересно, но зачастую мне просто нет времени куда-то идти. Но я очень буду стараться. Если я куда-то буду ходить, то обязательно буду брать вас с собой. Я сама люблю смотреть такого рода видео, потому что Ярослава, может, здесь живет и не так долго, как я, но знает она намного больше, так как она, ее муж-фотограф, они знают очень классные, интересные места. Так что да, у меня есть у нее чему поучиться. Но со своей стороны я также буду стараться делать какие-то интересные влоги, водить вас, может, по магазинам, так как я знаю, что тем людям, которые здесь не живут, им интересно узнать цены на жилье, зарплаты, цены на еду. Если сравнивать с Литвой, я не знаю, я никогда не была в России. Кстати, еще один такой вопрос. Давайте я еще раз умоюсь. Видите, у меня лицо такое немножко покрасневшее, я не знаю, обычно оно так сильно не краснеет. Я возьму сейчас тоник свой, вот гину, спиртовой тоник, и буду протирать им лицо. Как раз проверим, хорошо ли смылся макияж или нет. В общем, насчет цен, если сравнивать с Литвой, минимальная зарплата, конечно, ого! Насколько я знаю, в Литве минимальная зарплата в месяц на бумаге около 300 евро. У нас сейчас там евро последние пару лет, там что-то 270, по-моему, точно не знаю. У нас минимальная зарплата здесь, по-моему, 1200 считается на бумаге. Здесь, конечно, не платят обычно вот такую вот прям минимальную зарплату. Ну, у меня, допустим, фиксированная, что мне не нравится. Вот, как видите, батный диск чистый. В основном здесь платят за час работы. И, насколько я знаю, минимальная зарплата вот в этом году уже стала, по-моему, 7,60, или 7,50, что-то такое, в час фунт. И, да, если сравнивать цены, еда здесь, я думаю, дешевле. Это точно. Что здесь дорого? Это проживание и проезд. Я вот, допустим, покупаю проездной себе на месяц. Ну, так немножко экономишь. И я... Давайте нанесу крем под глазки. Это у меня Натура Сибирька с женьшенем. Очень классный. Мне нравится. Недорого стоит и очень классный. Я покупаю себе проездной на месяц и я плачу порядка 126 фунтов в месяц. И это только у меня на первую и вторую зону. Я живу во второй зоне, работаю в первой. А зона у нас здесь порядка 8 или 9. Вот. Чем больше зон, тем самым и дороже будет стоить. Жилье тоже, например, ну, зависит, где вы живете. Мы, например, живем в двухкомнатной квартире и, значит, это две спальни, гостиная с кухней, туалет. У нас даже два туалета с ванной. Стоит это все 1600 фунтов плюс услуги сверху. Ну, услуги, получается, где-то там, наверное, ну, около 400 фунтов, значит, там электричество, вода, интернет и также налоги. Cancel Tax называется. Вот Cancel Tax тоже здесь так довольно-таки много. С двоих человек 120 фунтов. Ну, это за то, чтобы вот улицу убирали, мусор выносили, да, там вот всякие такие работы. Так, дальше я нанесу концентрат от Kiehl's. Кстати, девчонки, вот кто пользуется этим концентратом, расскажите мне, как бы его наносить. Я, допустим, вот так вот нанесу три капельки и потом это все размазываю. Не знаю, как его рекомендуется, кстати, наносить. И делаю себе такой небольшой массажик. Так, что еще вам рассказать? Еда, вот действительно, говорю, когда-нибудь схожу с вами в магазин, вот напишите, чтобы вам интересно было узнать, что стоит, там картошка, не знаю, еще что-то. вместе с вами пойдем и посмотрим. Ну, мне кажется, это очень недорого. Конечно, есть какие-то супердорогие органические магазины, как и везде, да, там, конечно, цены заоблачные, но я органическую еду не приветствую, как-то, мне она не очень вкусная даже кажется. Вот, так что, да, на еду уходит здесь меньше всего, больше всего, как я уже сказала, это проживание и проезд. Я вот здесь живу, хотя уже 7 лет почти, машины у меня у нас нету, и мне кажется, она в Лондоне не нужна, потому что, во-первых, тут нужно платить очень много за дороги, во-вторых, за страховку, в-третьих, парковочных мест нигде нет, и также пробки везде, и быстрее, мне кажется, доехать на метро, хотя там и жуткие толкучки, особенно по утрам, вообще эти разъяренные люди, и, да, лучше всего, наверное, на метро. До работы у меня занимает добраться, ну, полчаса, ну, минут 40, если я там не влезла в первый поезд, вот, это считается близко, есть люди, которые живут за Лондоном и по 2 часа на работу ездят. Так, давайте пока с вами болтаем, нанесу крем, у меня это The Body Shop витамин Е, неплохой такой крем, покупала его, потому что не знала, какой крем купить, проходила мимо Body Shop, решила, почему бы и нет, он как-то дешево стоил, 13 фунтов, по-моему, ну, неплохой крем такой, главное, что поры не забивает, хорошо увлажняет, кожу от него, еще больше не жирнится, вот, ну, и пахнет, как крем Невея, многим не нравится, но мне вполне терпимо, в принципе, знаете, нанесу его так же на гумы, потому что забыла своего зелен в другой комнате, не хочу идти, обязательно, когда наношу крем, еще похлопываю вот так вот, очень мне нравится. Так что вот, девчонки, я уже подготовила свое лицо к сну, ну, конечно, спать я еще не собираюсь, я вот только что пришла с работы, пока дома никого нет, решила заснять такое видео, коротенькое для вас, болталку, надеюсь, вам было интересно, конечно же, я не ответила прям на все вопросы, мне бы очень интересно было бы сделать в видео вопрос-ответ, так что, если у вас есть какие-то ко мне вопросики, обязательно оставляйте в комментарии внизу, пишите в личные сообщения, я с удовольствием на все вопросы отвечу, я знаю, что многим вам интересно, мы, возможно, никогда не были за границей, либо в Лондоне именно, вот, и расскажу, поделюсь, чем смогу, мне самой приятно об этом говорить, YouTube это место всегда, куда хочется мне возвращаться, было время, что я пропала, там почти два года, наверное, но я вновь вернулась, чувствую я себя здесь отлично, появилось очень много интересных девчонок, которых я просто обожаю, каждый раз бегу с работы домой, чтобы посмотреть всегда в метро, когда еду, либо в автобусе, тоже смотрю какие-то новые видео, слежу за всеми на Instagram, и вам советую, подписывайтесь на мой Instagram, если вы это еще не сделали, стараюсь там делиться каждый день какими-то интересными новостями, покупочками, новиночками, там я появляюсь чаще, чем на YouTube, так что всем спасибо за внимание, это было все, и всем до новых встреч в новых видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok